здравствуйте на канале тонн тв программа тема дня я михаил горин со мной в студии политолог александр цинкер здравствуйте и журналист визельбер все внимание привлечено к мире в мире к противостоянию скажем так россия украина или вокруг того что творится на юго-востоке украины весь мир обсуждает или обсуждал до сих пор сейчас чуть меньше противостояние израиль газа но в это же время параллельно рядом с нами а теперь же выясняется не только с нами некая неведомая сила которая не очерчена никакими государственными границами с непонятным населением ничего просто темные тучи извините за такую пафос накрывает мир реально она режет головы всем подряд она говорит что она доберется до всех она сегодня угрожает даже господину путину и даже господину кадырову добраться до чечне и кавказа это вот это не ошибаются это опасно с кадыровым связано да но это подскажет время не кажется ли вам что мы хоть сказать во всех этих обсуждениях недооцениваем происходящего я хочу сказать что то что происходит сегодня в ираке и сирии мне очень напоминает семнадцатый год в россии появилась интересное сравнение появилась некая высокая идея а тогда это был большевизм здесь это построение пуристского такого исламского халифата эта идея привлекла к себе огромное количество молодежи потом оказалось когда они пришли для того чтобы за эту идею бороться потом оказалось что все это построено на крови и на горах трупов но поскольку они уже оказались внутри всей этой истории то им ничего не остается кроме как разводить руками говорить добро должно быть с кулаками добро должно уметь себя защищать мы на самом деле сражаемся со страшной мировой несправедливость и так далее так далее и по большому счету халифат радикальный ислам это фактически тот же самый социальный протест назовите это социальной завистью люмпинов к обеспеченным людям я не скажу там пролетарии богатые я не думаю что в раке и в сирии есть пролетариат в том понимании которому ввел маркс это зависть бедных богатым огромная неотесанная совершенно необразованная толпа с чудовищными совершенно показателями рождаемости где заведомо у родившегося ребенка нет никаких шансов на более-менее нормальную жизнь кроме одного варианта если ему удастся сбежать в европу получить там какой-то статус вся эта толпа накопила в себе агрессию копила в себе внутри себя зависть по отношению к западному миру по отношению к израилю которых на вот этих песках где они десятки поколений умирали с голоду и жрали камни израиль построил здесь процветающее государство и кормит еще половину мира продуктами которые здесь производятся конечно это зависть потому что они же не могут себе сказать да мы отсталые мы варвары мы хуже них нет они же объясняют это какими-то темными силами это сионисты это масоны я не знаю кто империалисты колониалисты и так далее и так далее неверно неверно у меня очень простая параллель с россией 1917 года и я думаю что может быть даже по количеству трупов сегодня в конечном итоге когда мы будем подводить итоги через пару лет халифат даже опередит большевиков но сейчас просто вооружение более продвинутое можно больше народа убить но по поводу кадырова во-первых за халифат сегодня уже воюет огромное количество чеченцев их ведущие руководители чеченцы нет ни у что халифат дойдет до россии ну а вот абсолютно никаких сомнений об этом кстати была статья либермана на этом деле опубликована в санкт-петербургской газете он об этом говорит они придут к вам тоже что-то в этом роде они придут к вам тоже я абсолютно согласен готов подписаться россию это не обойдет стороной единственное что возвращаясь опять же господину степашину он естественно восточной украине сепаратистов террористами не считает как господин цинкер он хамас тоже не считает террористов нет никакой ответственно в отличие от меня а халифат он до считает террористами почему потому что россия же за асада они против асада воюет то есть здесь чисто вот эти сугубо интересы если вы господа говорите мы держава держава должны волновать еще какие-то вещи помимо там каких-то своих сиюминутных интересов и так далее я считаю что в этой связи россия в каком-то смысле врет сама себе деля террористов на хороших и плохих что есть хорошие террористы из плохие террористы и в конечном итоге это может очень больно по ним ударить саша скажи пожалуйста вот свист равнил это халифат большевистской россии но большевикам все-таки мировую революцию не удалось разжечь богу до халифату удастся смотри я вообще бы отошел бы от тех вот тактических и каких-то сиюминутных вот решений связи наличие неналичие так далее проблема намного глубже исторически и глобально по всему миру идея халифата давно была она как бы не появилась вот сейчас богатый бедный а вдруг взяли сделали это раз была какая как было какое-то устройство после второй мировой войны как-то развивались страны худо-бедно те же арабские страны на каком-то этапе если вы помните прошла так называемая арабская весна когда вся выстроенная система была нарушена это одно второе если говорить об европе как ты говорил кто-то пытается уехать в европу и так далее идея мультикультурализма в европе не сработало там группы мусульман которые приехали в англию францию голландию так далее они живут обособлено и все дальше и дальше они начинают жить причем следующее поколение казалось бы должно быть более интегрировано а происходит наоборот следующее поколение еще больше замыкается в себе они ходят свои мечети они слушают своих проповедников и самое интересное сегодняшние опросы говорят чуть ли не 20 процентов у французских мусульман поддерживают исламское государство ирака и леванта примерно то же самое происходит в англии то есть идея этого интеграции не сработало и сегодня вот эти европейцы они едут воевать за вот построение вот этого халифата чтобы дело что и там существует та же самая почва та же самая социальная зависть вот этих а не образован они не хотят они не хотят интегрироваться поэтому сегодня если говорить о глобальной вещи третья мировая война если так можно говорить она не будет происходить как вторая несколько стран объявят войну другой стране или блоку и на этом основе скажут а вот началась вторая или третья мировая война вполне возможно она уже где-то идет потому что она будет экономический информационной и местами практически то что мы сегодня видим на территории рака и сирии поэтому это очень опасное явление и если решить чтобы это не потянуло столько времени как у большевиков это должна быть коалиция куда должны входить совершенно разные страны с одной стороны россия с другой стороны соединенные штаты евросоюз трудно арабские страны и залива каждый по-своему должен как-то участвовать если эту заразу не у начну уничтожить уже даже нельзя сказать зародыши она уже зародилась если потому что вначале не поддерживали они воевали в сирии они воевали вливая в ливии их поддерживали потому что если не будет такой коллекции которая начнет серьезно заниматься уничтожением этого это может быть предвестником третьей мировой три последний вопрос исходя из того что сказал саша что вот нужно вот это вот коалиция как ты считаешь смогут условно говоря запад европа россия с учетом того что это волна сейчас подкатывается или может подкатиться и к ней подняться над всеми проблемами которые сейчас есть между ними и действительно стать одним фронтом против наступающей угрозы но сша европа смогут друг с другом да но я не думаю что сегодня это возможно с россией но еще одна параллель которая у меня возникает между тем что происходит на востоке украины тем что происходит на ближнем востоке не знаю может быть это мое субъективное мнение но я встречаю очень много в социальных сетях людей которые со мной согласны что все это последствия политики обамы последствия его заявления о том что сша больше не мировой жандарм и никуда не вмешивается ни с кем не воюет вот когда эти слова прозвучали вот тут начался беспредел то есть все поверили да ему он это доказал на деле он это доказал на деле и с иранами с асадом и с ираком откуда он просто бежал поджав хвост и с афганистаном там афганистане еще начнется если но его нобелевская премия мира обошлась всем плане войнами я не думаю что здесь проблема в нобелевской премии но в очень во многом я думаю что это его вина при буше бы события не зашли так далеко спасибо коллеги я думаю что это будет самый простой вариант если нужно просто чтобы в соединенных штатах был другой президент собственно говоря осталось обами не так много на посту президента ими смотрят кто будет следующий посмотрим кто будет следующий и что успеют сделать все эти силы которых мы говорили за оставшиеся полтора года спасибо коллеги всего доброго спасибо 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 спасибо